МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня машина, скажем так, компактнее. Это BMW 1-серия. Давайте из истории отношений. Вообще, почему появилась первая серия BMW? Где-то примерно в конце 90-х годов прошлого века все автомобильные фирмы, и даже очень солидные, решили поэкспериментировать с малометражками. Ну, помните, такие неудачные, с моей точки зрения, опыты фирмы Ауди. Ауди А2. Это что? Да. Мерседес тоже. Он решил прикололся в этом смысле. Сделал А-класс. BMW на все это дело посмотрела. Не прикупила мини-купер. Ну, типа, для тех, кто хочет маленькую машинку. Ну, а поскольку сегмент компактных спортивных автомобилей был еще не так уж сильно затронут, в то же самое время специалисты этой фирмы решили призадуматься и сделали BMW, которая не отличается по духу и по стилю от всей линейки машин этой серии. И это BMW первой серии. Мы ее ласково называем единичка. Не копейка там. Ну, понятно, вас 2101. А именно единичка. Ласково, нежно так. Но единичка имеет в своем потенциале весь фирменный BMW-шный стиль. Ну, вы когда садитесь в BMW, вы понимаете, что это действительно машина BMW. То есть без компромиссов. Все выполнено очень-очень хорошо. И, опять же, богатая комплектация. И, опять же, потрясающая управляемость, которую BMW не теряет даже в первой серии. Потому что здесь внедрены все возможные системы как курсовой устойчивости, так и стабилизации. Ну, просто. Просто космос. Конечно, машина может ездить как на коробке у механка, так и на коробке автомата. Но самый козырь BMW, это, конечно же, двигатели. И в этом смысле BMW никогда не разменивалась на присплуды типа турбин. Четко выкатывался из атмосферника весь потенциал и вся мощь. И вы представьте себе. Ну, и начинаем мы с самого бюджетного варианта. Двигатель 1.6. Четыре цилиндра, разумеется. И 116 лошадиных сил. Ну, как вам такой 1.6? В общем, мне нравится. А цена в этом вопросе... И особенно для тех, кто хочет все-таки начать жить с BMW первой серии, затем в вашей жизни, конечно же, появится и тройка, ну и пятерка. И я надеюсь, на пенсии вы присоединитесь ко мне, потому как я для пенсии все-таки постараюсь очень сильно купить себе семерку. Я думаю, что фирма Автопункт мне в этом поможет. Ну, теперь идем дальше. И под капотом у нас появляется двухлитровый двигатель 156 лошадиных сил. То есть, ну, учитывая вес и размеры этой машины, я вам скажу, что это уже интереснее. Теперь топаем дальше. Ну, и есть такой еще четырехцилиндровый двухлитровый турбодизель. Ну, потому что дизель любит кислород. И, соответственно, в этом единственном варианте турбина ставится. Но и в этом варианте не так давно Mercedes как бы выпустил движок двухлитровый. А BMW опять пересекаляло. Да что такое! И этот двухлитровый двигатель выдает на 4 тысячах оборотов 177 лошадиных сил. Так, нормально. А еще дальше. А еще дальше уже пошли шестицилиндровый двигатель. И места под капотом хватает для того, чтобы туда и рядник поставить. Ну, и в самом топовом варианте трехлитровый двигатель, да, 306 лошадиных сил. И, соответственно, разгон за сотни. 5,3 лошадиных сил. Нормально. В общем, эти автомобили, конечно же, подороже и стоят своих денег. Ну, я не скажу, что это уже ближе к 2 миллионам. Всего 1 миллион. Ну, 345 тысяч. И это самолет. И как самолет оборудован. Ну, потому как летать он любит быстро. Это 6 подушек безопасности. Теперь я вам объясню, почему BMW стоит своих денег. Все очень просто. Ничего бесплатно не делается. И вся электронная начинка в качестве, допустим, системы динамического контроля устойчивости. Системы контроля устойчивости при прохождении поворотов. Антиблокировочная система. И плюс трехточечные ремни безопасности. Ой. Да, короче, очень много всего. Я не смогу вам все это перечислить. Я остановлюсь на особенностях, которые мне нравятся действительно. Во-первых, кто-то может сказать, ну, из критиков, что BMW 1 серии не серьезная машина. Ну, на не серьезную машину, скажем так, диски до 18 дюймов ставиться просто не будут. И аэродинамический обвес ставиться тоже не будет. Ага. Ну, и машина, которая, ну, имеет электронный ограничитель скорости 250 км в час, он просто не может быть несерьезной по своему содержанию. Вкратце перечислю, что еще тут есть. И причем вы можете выбрать варианты и без этого всего. Но есть такие возможности ездить на механке и без кондиционера. Это, конечно, самый бюджетный вариант. Ну, и он доступен, собственно говоря. Теперь, допустим, вернувшись к цене вопроса, ну, цена вопроса дизельного, это примерно 960 тысяч рублей. А, еще, простите, любимый мой, заболтался. Так вот, если вы, конечно, хотите, и сейчас есть такая возможность, выбрать BMW первой серии аж в трех кузовах. Сейчас перечислим эти кузова. Это я бы назвал не универсал, я бы назвал его спортбэк. Потому что, ну, это не хэтчбэк, это BMW. Поэтому, все, говорим спортбэк, и если хотите, в версии купе, то есть, ну, три двери, если вы уж совсем драйвер, пожалуйста, выбирайте. Есть сейчас и седан первой серии. Он мне очень понравился, особенно с вот этим самым дизельным двигателем и с возможностью отключить электронные подтормаживающие устройства. И вот тогда дрифт-машинка дизельная. Нравится? Очень нравится. Что касается кабриолета, отличный вариант. Крыша складывается за 25 секунд. И, соответственно, это определенная сексуальность. Теперь в завершении нашего воежа и рассказа про BMW первой серии и официального дилера фирмы Автопункт мы скажем, тот, кто хочет, тот, кто желает. А людей таких много. И кто-то, ну, в мыслях своих, конечно, бродит по автомобильным салонам и ищет автомобиль, который был бы стильным. Я вам честно скажу, ну, безальтернативно это BMW. Первая серия имеет достаточно просторный салон. Великолепные движки. И это первая ступенька к тому, что я перечислил. Вашей постоянной жизни в стиле BMW. В стиле уверенного драйва. В стиле моря положительных эмоций. В стиле комфорта. И настоящего, настоящего, еще раз говорю, немецкого качества, которое не помешали там ни с кем. Ну, ни с американской крови не помешали. Ну, не влили туда дешевые там европейские там кровиночки. Это я уже про Audi прохожусь. Так что, в общем-то, выбор за вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА